Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Дилан очень рад сюрпризу Барана и его разрешению работать с его матерью. Когда Бэрон говорит, у меня есть одно условие, вы можете купить себе кофе, Дилан отказывается, говоря, это невозможно и Бэрон идет купить кофе для них двоих. Дилан немедленно звонит матери и сообщает ей хорошие новости о том, что Баран больше не будет препятствием и что они смогут чаще собираться вместе. Госпожа Сабиха говорит, что ее нет дома, но она очень рада новостям от Дилана. Повесив трубку, Хевен спрашивает, вы все еще полны решимости поехать? Госпожа Сабиха говорит, я должна это сделать и с этого момента моя дочь будет работать со мной и отправляется в Дживахир. Харон очень расстроен словами Ясмин, и чтобы не говорил Джевдит, он не может ее успокоить. Пока Дживахир болтает и говорит, что поэтесса Сабиха готовит свой конец, а она не знает об этом, приходит Сабиха Ханым и Хавен. Когда Дживахир говорит, мы говорили о тебе, Сабиха, не говоря ни слова, направляет пистолет на Дживахира и говорит, либо ты умрешь, либо я умру. Пока Джихан настраивает настройки компьютера Дилана в исследовании, с ними находится господин Кудрет и Баран. Тем временем госпожа Кадер приносит кофе и желает Дилан удачи в работе с ее матерью. Когда Дилан говорит, надеюсь, я смогу это сделать, и хвалит господина Кудрета за то, что моя невеста сможет все преодолеть, Джихан и Баран также поддерживает ее. Господин Кудрет и Баран выходят из кабинета, и господин Кудрет говорит, что очень боится, что Дилан будет работать с его матерью. Бэрон выражает обеспокоенность тем, что я держу его за руку, не волнуйтесь, я просто беспокоюсь о том, что Дилан будет действовать самостоятельно. Барану все еще не по себе, потому что он не может найти врага, и Кудрет просит его успокоиться и защититься. Он поддерживает и советует, что если вы хотите защитить нас, вы должны сначала защитить себя. Госпожа Сабиха ставит пистолет перед Джавахиром и спрашивает, вы или я понимаем. Джавахир велит Шаиру положить пистолет, а Сабихи Ханым сесть и поговорить как следует. Госпожа Сабиха говорит, что нам не о чем говорить, с этого момента вы будете держаться подальше от моей семьи, я нажму на курок, не моргнув, даже не оглянусь назад. Когда Джавахир говорит в косвенной угрожающей манере, госпожа Сабиха говорит, если дело касается моих близких, я не буду ничего возражать, если я уйду, я возьму вас с собой и покидает офис. Госпожа Азади приходит на кухню и вмешивается в дела Гэжи Кадер и Гуля, а когда госпожа Кадер возражает, госпожа Азади дает ей отпор. Пока Гуль выбрасывает мусор, она слышит, как Ферат обещает женщине кофе, приходит к нему и просит счет. Гуль поднимает шум и уходит из Ферата, приходит Джихан и спрашивает, что тогда произошло. Ферат всему завидует, я не знаю, что делать, говорит он и уходит, а Джихан говорит, я знаю, двоюродный брат, я сделаю тебе что-нибудь, что избавит тебя от всех твоих проблем. Дилан просит Барана помочь ему выбрать одежду для первого дня на работе. Первые клиенты, которых Харон принимал вместе с Ясмин, снова бронируют столик и особенно просят салат из киноа, который подает Ясмин. В этот момент Ясмин приносит телефон, который забыл Джевдит. Джевдит сказал, что проходящим в это время покупателям очень понравился ваш салат из киноа. Можете ли вы дать мне рецепт? Харон говорит, что нет необходимости, мы можем ввести тариф. Джихан выгоняет Гуля и Ферата из особняка, чтобы помириться, и запирает дверь. Ферат спрашивает, я голоден, может, пойдем поужинать? Хотя Гуль немного застенчива, она соглашается, и они берутся за руки и уходят. Дилан и Берон выходят в сад, и Берон берет Дилан за руку и уводит ее, потому что у него есть проблема на заднем дворе. Когда Дилан попытался отдалиться от Барана, он переносит все свои воспоминания в то место, где был зажжен огонь, и говорит, что пришло время стереть наши плохие воспоминания. Баран все продумал и приготовил салеп и шаль. Закутавшись в шали и попивая салеп, они рассказывают о том, как забыть пережитое плохое. Берон делает селфи и говорит, что оставит плохие воспоминания и накопит хорошее. Затем, когда Дилан рассказывает ему о своих переживаниях по поводу работы, Берон поддерживает его, говоря, что ты все сможешь преодолеть. Вечером Ферат и Гуль возвращаются в особняк и очень счастливы. Пока они разговаривают в саду, госпожа Азади снова тайно наблюдает за ними. Когда Цеврей и Джевдит просят Ясмин хотя бы дать рецепт салата, она не хочет им говорить, потому что слова Харона их расстраивают. Харон придумывает рецепт, и когда Ясмин говорит, весь секрет в соусе, он особенный для меня, Харон злится и уходит, говоря, я справлюсь. Дилан и Берон ложатся спать, но Дилан не может заснуть от волнения. После того, как Берон говорит Дилану, что его опасения необоснованы и подавляет волнение, они засыпают. Дилан заснул, в панике вскакивает с кровати и злится на барана, спрашивающего, почему он его не разбудил. Госпожа Сабиха также печет любимое печенье Дилана и готовит стол для совещаний. Господин Седат звонит жене Сабихи и сообщает ей, что продаст свои акции и что сначала он сообщил об этом жене Сабихи. Госпожа Сабиха считает, что я должен разобраться с этой ситуацией до того, как об этом узнает Джавахир. Даже если я не смогу найти столько денег, есть другой способ. Дилан собирается и они вместе выходят из комнат, чтобы пойти навстречу. Господин Кудрет узнает, что машина похитителей Джихана сдана в аренду. Пока господин Кудрет и Джихан обсуждают это, приходят Дилан и Баран. Берон отправляет Дилана в машину поговорить с Кеном Кудретом и узнает подробности от господина Кудрета. Пока госпожа Азади и Хасан пьют кофе, когда Гуль говорит, что она убрала все ванные комнаты, госпожа Азади снова говорит чисто. Когда Гуль говорит, что она проверила это дважды, госпожа Азади ругает ее, просит ничего не говорить и отправляет ее почистить. Моральный дух Джавахира очень низок. Когда Дашаира приходит известие о том, что Седат Бей продаст свои акции из-за того, что сделала Сабиха Ханем, он воодушевляется и говорит, давайте первыми встретимся с этим человеком. Баран оставляет Дилан Сабихи Ханем, и пока Сабиха провожает Барана, она рассказывает об акциях господина Седата и говорит, что хочет, чтобы вы их купили. Берон принимает это и говорит, я возьму и надену это на Дилана, но я удивлю его так, что Дилан не узнает. Госпожа Сабиха говорит все, что вы хотите и отсылает Барана. Харон готовит салат из кино и хвалит себя, но когда он его пробует, он ему не нравится. Господин Кудрет и Джихан выясняют, кто арендовал машину. Когда Баран спрашивает, они говорят, что машина была арендована на ваше имя. Берон оставляет их, говоря, этот человек очень опасен, я должен защитить свою семью, я имею в виду тебя, он может навредить всем, так что пойдем за Диланом. Дилан, Сабиха, Ханым и Ферат оценивают встречу и говорят, что первая встреча Дилана прошла очень успешно. Ферат уходит, говоря, что у него будет собеседование. Госпожа Сабиха благодарит Дилана и поздравляет его, говоря, я горжусь тобой. Когда Гуль приходит к Гэже Азади и просит ее закончить работу, она просит ее протянуть руки, а затем нюхает ее и оскорбляет, говоря, ух ты, здесь горько пахнет отбеливателем. После этого она расстраивается, потому что вышла замуж за Ферата, а кто ты такой, чтобы пытаться стать женой моего единственного внука. Гуль не может ответить на слова Азади и Хасана, но и не может сдержать слез. И он уходит, ничего не сказав. Дилан покидает Сабиху Ханым, звонит Барану и сообщает ему. Пока Берон говорит, не выходи и жди меня, у Дилана разряжается аккумулятор. Затем, когда Дилан входит в лес вслед за кошкой, он пугается потрескивающего звука, который слышит. У Сабихи внезапно плохое предчувствие, и она боится за Дилана. Когда Дилан пугается звука и убегает, Берон подходит к ней сзади и держит ее. Дилан кричит и прыгает от страха. Когда Берон злится и ругает его, Дилан говорит, что не хочет жить в страхе. Берон обнимает Дилана и говорит, я так боюсь за тебя и мою семью. Пока Харон в стрессе из-за того, что не смог приготовить салат, Ясмин пишет рецепт и передает его Харону. Когда Ясмин уходит, Харон смотрит ей вслед. Берон собирает всех в холе особняка и говорит, что мы настороже. Впредь мы будем более осторожными, я заставлю его поплатиться за путаницу с корабеями. Он говорит, что никто из живущих в особняке не нарушит моего слова, и говорит, что встреча окончена, теперь оставьте меня наедине с женой. Когда он говорит Дилану, что с этого момента он будет проводить свои встречи в особняке, Дилан говорит, но Аберон говорит, что этот вопрос не подлежит обсуждения. Когда Дилан хочет развернуться и уйти, он хватает ее за руку и говорит, что это еще не конец. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok